2 июля мужчина 1985 года рождения в состоянии опьянения переходил дорогу по пешеходному переходу через улицу Грязнова на запрещающий сигнал светофора. Однако завершил он свой путь на больничные койки. Попав под колеса автомобиля Subaru Impreza, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, с отресением мозга и переломом плеча был доставлен в третью городскую больницу. Продолжение вестей с Магнитогорских дорог в сюжете Станислава Юдина. За минувшие выходные в Магнитогорске было зарегистрировано 40 ДТП. Три из них с пострадавшими. 1 июля в 13.05 водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигался по улице Сталеваров и в районе дома номер 160 по проспекту Карла Маркса совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости регулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила женщина 1945 года рождения. Ей назначено амбулаторное лечение. 2 июля в 00.40 водитель девушка 90-го года рождения, управляя автомобилем Рено Логан в районе дома номер 139 по проспекту Карла Маркса, при выполнении маневра левого поворота совершила столкновение со встречным следующим автомобилем ВАЗ-2114. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил пассажир автомобиля Рено Логан, девушка, которая была доставлена в отделение реанимации, а также водитель автомобиля ВАЗ-2114, который получил травму, перелом нижней челюсти, и также два его пассажира, которым назначено амбулаторное лечение. Продолжение следует...